Сегодня мы рассказываем о оригинальной программе «Содействие с задней населением». Там несколько мер поддержки. Вот сегодня мер поддержки – это переподготовка специалистов. Рынок труда изменчив, поэтому сегодня задача – встроить, как мы говорим, человека в рынок. Я пришел не так давно сюда на практику. Решил, что пора получить профессию. Выбрал профессию автослесаря. У меня до этого не было профессии. Закончил школу, армия. После армии устроился, небольшое время работал в полиции. И вот какое-то время, грубо говоря, сидел без специальности, без профессии. Прошел обучение. Специальность всегда требующаяся, так скажем, везде. И, в принципе, для развития, как такового, в целом, очень прибыльная специальность. Новое постоянно узнаешь, потому что все машины разные. Каждой машине нужен свой какой-то подход. Иногда бывает, естественно, тяжело. Не с первого раза дается, но товарищи старшие всегда помогают, подсказывают, как, что, где, зачем, почему. С опытом человек может быть что-то неправильно делать, да. А неопытный человек, его можно научить и показать, как это правильно делать, как правильно работать. И нам это интересно. Дефицит очень большой. Очень тяжело у профессионалов найти. И поэтому, как бы, лучше вырастить человека, воспитать его правильно. Это очень хорошая программа. Я считаю, что это будущее наше. Центр занятости ставит задачу нам обучить безработных граждан. Мы стараемся основную задачу дать именно вот производство, чтобы люди своими руками, своими попробовали, сделали, отработали, закрепили тот материал, который они получили у нас от преподавателей в наших лабораториях, где мы даем учебную практику. Ежегодно министерство формирует так называемый список постребованных профессий. Он формируется на основе заявок работодателей, ну и в целом рынка. Если человек обучается, то он не теряет статус безработного, он по-прежнему получает пособие по безработице. Ну, конечно, главное наша цель, чтобы он работу нашел и, соответственно, закрепился на этом рабочем месте. Все меры, которые сегодня подготовлены, они как раз на максимальное удовлетворение возможности человека получить работу и сохранить свою занятость.